Библейский портал экзегет.ру представляет И мы обратили внимание, что в третьей главе Одна история про Ихуда Вообще-то он как террорист действует Убивает вражеского царя при личной аудиенции Рассказана очень подробно А другая история Шамгора едва упомянута Он там перебил 600 филистим Блин, ерунда какая, да? 600 человек убил Почему? И я высказал предположение, что книга судьи Не рассказывает все истории одинаково подробно А рассказывает все истории, из которых можно сделать Какой-то важный вывод И четвертая глава рассказывает очень подробно Ну маленькую на самом деле историю По сравнению с гибелью 600 филистимлян Здесь тоже погиб один вражеский полководец Эхуд умер Тот самый, который был в предыдущей главе И сыны Израилевы снова стали творить зло пред Господом Ну это вот книга судьи вся про это Вот появляется вождь, герой, он наводит порядок Потом, когда спадает угроза, проходит опасность То израильтяне снова погружаются вот в это язычество и все прочее Снова стали творить зло пред Господом Тогда Господь предал их в руки Явина, царя Хананейского Который правил в Хацоре Его военачальником был Сесера, живший в Хорешет-Хагоим Возапились на Израилеву Господу Явин жестоко угнетал их 20 лет И было у него 900 колесниц, окованных железом Видите, срок угнетения все растет Там было 8 лет в третьей главе сначала А потом упоминается дальше 18 лет, а вот уже 20 То есть понятно, что эти периоды увеличиваются Если один раз не сработало, то второй раз посерьезнее, в третий еще серьезнее А вот дальше интересно В Израиле в ту пору вождем была женщина Пророчица Деворес, жена Лапидота Ничего себе Вождем, судьей по старым переводам То есть у них был матриархат Или равенство возможностей Или Это была такая культура В которой женщины играли ту же роль, что и мужчины Оказывается, иногда да Правда, вот сказано, что она пророчица То есть особая женщина Жила она под пальмой Деворы Вот в честь нее даже пальму назвали Между Рамой и Бейтелем на Ефремовом Нагорье И сыны Израилевы приходили к ней за решениями То есть вот она действительно скорее была именно что судьей Она послала к Вараку сына Авеноама Что из кедыша в земле Нефалима и передала ему Повелевает себя Господь Бог Израиля Вступай, взайди на гору Фавор Взяв с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалима и сынов Завулона А я для тебя приведу к потоку Кишон СССРу Военачальника Явина И придам его в твои руки со всеми колесницами и воинством Интересно, что она ведет себя не так, как ведут себя мужчины-вожди Она отправляет к военачальнику с вестью Даже не к военачальнику, там нет же еще государства Там скорее просто некоторый вождь Некоторый такой авторитетный человек Вокруг которого может собраться войско Вот она к нему отправляет с вестью И излагает готовый план битвы Причем, соответственно, это Господь говорит Да, а не просто она сама придумала Еще бы Он скажет, что это вот женщина мне какие-то планы на войну строит Враг ответил ей Вот дальше, внимание, что он ей ответит Что, дескать, чего ты мешаешься в моей дела Ответил ей Если ты отправишься со мной, то пойду и я А если нет, то и я не пойду Вот, оказывается, без этой пророчицы и войну нельзя начинать Тогда она сообщила ему Да, я отправлюсь с тобой на поход, который ты выступаешь Прославит уже не тебя самого В руки женщины, предаст Господь Сесару Так Девора отправилась с Врагом в Кедеш Вот интересная подробность отношений между полами Воин крутой боится идти без женщины Почему? Потому что она пророчится, потому что она передает Слово Божие Она говорит, хорошо, пойду с тобой, но это будет не твоя победа Книга Судей постоянно вот этот мотив Не твоя победа Нам показывает, к нему возвращается не воинская доблесть Не многочисленная армия, не передовое вооружение побеждает Побеждает воля Божья Израильтяне ее носители Вот, если они исправляются с этой роли, то вот конкретно они побеждают Ну и, соответственно, победит не этот полководец, который варак Который ведет на войну людей Варак призвал в Кедеш людей из племени Завулона и Нефалима И с ним выступили 10 тысяч человек Интересно, что, я говорю, единого государства еще нет Каждый раз это разные племена, да? То есть вот собрались тут наши тамбовские с липецкими И пошли там куда-то А в Курской губернии даже не догадываются о том, что тут происходит В то время у Дуба, что в Цианайме возле Кедеши Раскинул свой шатер Хевер Кене, отделившийся от племени Каина Сыновей Хо-Вава Мы даже не знаем толком, кто это такие все Но неважно Кене, он не был израильтянином Вот это ценная история Значит, смотрите, вот израильтяне идут на войну с врагами А маленькая такая деталь Тут какой-то чужестранец, который не тамбовский, не липецкий Который вообще там иностранец Живет в своем шатре где-то там И вдруг он сыграет даже не он, а его жена выдающуюся роль Возвестили Сесере Вот этот самый полководец врагов Что в Араксе на Хинамов зашел на гору Фавор Гора, кстати, та самая, на которой по преданию было преображение Сесера собрал все свои колесницы 900 колесниц, окованных железом Ну, это танковая армия того времени И отправился со своим войском из Хурешетхагуим к потоку Кишом А Девора сказал вараку Выступай, в этот самый день придаст Господь Сесеру в твои руки Сам Господь пойдет пред тобой Варак спустился с горы Фавора С ним 10 тысяч человек Тогда Господь навел на Сесеру со всеми его колесницами И со всеми его войскам ужас перед битвой с вараком И Сесера бросил колесницу и бежал пешим Варак гнал его со всеми его колесницами И всем его войском вплоть до Хурешетхагуим И войско его пало от меча Так что не спасся ни один человек Ну, вот победа, казалось бы, полная Но не полная, потому что сам Сесера еще жив Сам Сесера прибежал пешком к шатру Яэли Жены Хавера Кенея В мире между собой был Явин, цархатсорский дом Хавера Кенея Ну, то есть вот этот иностранец Его домик там, шатер, точнее И шатер его жены, очевидно, отдельно Мужская, женская часть И Сесера, вражий полководец, который единственный остался Но пока он не убит, как бы победы нету Прибегает для того, чтобы спрятаться Яэль вышла навстречу Сесере с такими словами Сюда, господин мой, сюда, ко мне не страшись Сесера завернул к ней в шатер Она укрыла его под покрывало Тогда он попросил ее Дала бы ты мне хоть немного воды? Так хочется пить Она развязала мех с молоком Напоила его и опять укрыла Да, то есть Даже больше, чем воды А Сесера попросил ее снова Встань у входа в шатер Если подойдет, кто и спросит Нет ли кого в шатре Ты ответь, никого Тогда Яэль взяла в одну руку Опорный колышек от шатра Ну, то есть то, что забивали в землю При установке шатра Другой молоток Тихонько подошла к нему А он изнуренный задремал И вогнала колышек ему в висок Так, чтобы пробила до земли И так он умер Вот тоже удивительная подробность Зачем это все? Уже победили Почему это нужно так подробно описывать? А вот, смотрите Варак не захотел сам выступать Он захотел взять женщину И женщина внесла окончательный вклад в эту победу Причем даже посторонняя, чужая женщина Не израильтянка Варак все время мгнался за Сесеру Яэль вышла ему навстречу и сказала Подойди, я покажу тебе того, кого ты ищешь Он вошел в шатер И увидел лежащего за мертвой Сесеру С колышком в виске Вот ему все На тарелочке Об отношениях мужчин и женщин О том, как мужчина без женщины Иногда не может Не может победить своих врагов В тот день унизил господь Явина Царя Ханонейского Пред сынами Израилевыми Все сильнее становились сыны Израилевы По сравнению с Явином Царем Ханонейским И затем уничтожили они Ханонейское царство Явина Но именно жест Вот этот вот Сесера Который падает В шатре Яэле И засыпает там Она его поражает Хотя она не воина Она всего лишь женщина Для израильцян, конечно Как и для любого древнего племени Это скандальная история Мужчина погибает от рук женщины И вот Эта история здесь будет рассказана еще раз Но теперь уже в пятой главе Продолжение следует...